Всем привет! С вами Русалина и вы на видеоканале, посвященном лепке с полимерной глиной. В сегодняшнем уроке я хочу вам поведать о создании браслета с колокольчиками. Мы будем создавать несложную трость и из нее составлять уже сами цветы. И затем собирать эти цветы в красивое украшение. Для работы нам понадобится полимерная глина синего цвета, салатового и белого. Лезвие и шило или стекс иголочкой. Можно воспользоваться зубочисткой, акриловая скалка или пастомашина, инструменты для сборки, цепочка, соединительные колечки и вот такие костики с шариком. Приступим к лепке. Подготовим пласт белой глины, пласт синей глины. Вырежем, я это делаю катером квадратной формы, одинаковые фигуры. Квадрат разрежем по диагонали и уложим в единый пласт, из которого нужно будет с помощью пастомашины или акриловой скалки сделать ленту с плавным переходом цвета. Субтитры подогнал «Симон» Из полученной ленты с переходом цвета мы должны сформировать трость таким образом, чтобы белый цвет оказался внутри трости. Мы закручиваем ее просто трубочкой, начиная с белого оттенка глины. Теперь трость мы аккуратно ужимаем пальчиками, но не раскатываем, только ужимаем, чтобы лишние пузырьки воздуха вышли. И лезвием делим на четыре равных части. Каждую из частей нужно пальчиками ужать. Мы берем по бокам синюю глину и натягиваем ее с двух сторон на белую пластику. То есть вытягиваем ее к центру. И все это повторяем со всеми четырьмя кусочками полимерной глины. Пальчиками расплющиваем, чтобы они стали плоские. И накладываем стопочкой друг на друга. Смотрим, чтобы белый цвет находился с одной стороны. Растягиваем пальчиками трость. Оставляем ее такой квадратной формы, разрезаем пополам. Соединяем две половинки. И получаем трость белыми прожилочками. Мы ужимаем, раскатываем трость до диаметра примерно в 7 миллиметров. Со стороны синего цвета пальчиками прищипываем трость. И нарезаем на тонкие лепесточки. Каждый из лепесточков мы немножечко растягиваем пальчиками. А окончание лепестка мы прищипываем, чтобы оно было остреньким. Каждый цветок будет состоять из пяти таких лепесточков. Лепестки сначала нужно уложить в форме мера, чтобы каждый последующий заходил немножко на предыдущий лепесток. И затем мы замыкаем наш цветочек. Подкладываем последний лепесток под первый. Вытягиваем обратную сторону цветочка. Вставляем в него пинт с шариком ровно по центру. Таких цветочков нужно будет сформировать не менее 15 штук. Когда цветочки сформированы, приступаем к созданию лепестков. Лепестки будем создавать из салатового цвета и белого. Формируем трость салатового цвета диаметром примерно в 2 см. Отрезаем небольшую часть от салатовой трости. И на место среза мы накладываем тонкий пласт белой полимерной глины. И возвращаем трость в исходное положение. Снова надрезаем трость салатового цвета. Снова накладываем на место среза белый пласт глины. Соединяем с основной частью трости. И создаем такие прожилки в количестве 4-5 штук. Натрезаем трость. Укладываем пласт белой глины. Соединяем трость. Теперь надрезаем трость по диагонали. И на место среза также мы накладываем белый пласт глины. Переворачиваем одну часть салатовой трости. Так, чтобы у нас прожилочки смотрели все вверх. И соединяем трость. Слегка ее сжимаем. Подготавливаем пласт салатовой глины. И оборачиваем этим пластом трость с прожилками. Теперь нам остается ужать эту трость. И раскатать до диаметра примерно в 1 см. Пальчиками мы прищипываем трость. И нарезаем на тонкие, одинаковые по толщине срезы. Каждый срез слегка можно растянуть или уточить пальчиками. И в широкой части точка, прямо у его основания, по центру, мы делаем сквозное отверстие. Вот наши цветы и наши листочки готовы. Мы можем отправлять их в духовку на обжиг. После обжига в каждый листочек мы вставляем соединительное колечко в отверстие. А в наших цветах уже находятся воздики с шариками. Поэтому стержня воздика с обратной стороны круглогубцами мы делаем петельку. И закрепляем ее в свиньи цепи. Чередуем цветы с листочками до нужной нам длины. Вот такой замечательный браслет с колокольчиками у нас получился. Я думаю, что это прекрасное украшение для весеннего образа. Оно яркое, нежное, а в то же время игривое и ненавязчивое. А с вами была Русалина. И до новых встреч на моем видеоканале. Всем пока! Русалина. 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 Продолжение следует...